Что касается расходов, то здесь в первую очередь хотел бы сказать, что мы, ну или так назовем, эта корректировка, она рубежная. Мы действительно впервые перешагнули отметку в 400 миллиардов рублей по расходам впервые в истории. В целом увеличиваются расходы в корректировке на 2023 год на сумму 17,6 миллиардов рублей, в том числе за счет собственных средств на 14,8. Собственно, за счет чего? За счет того, что мы в прошлом году как раз перевыполнили доходы на 14,5 миллиардов рублей, то, о чем я вначале сказал, и те остатки, которые на начало года свободные у нас сложились, по сути, они явились источником для тех дополнительных расходов, о которых я сейчас буду говорить. В представленной корректировке за счет дополнительных средств запланировано финансирование по трем основным направлениям. Первое – это повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. В общем-то, учитывая рост зарплаты, значит, минимального уровня заработной платы с января на 6,3%, конечно, в корректировке мы посчитали необходимым, ну, во-первых, сдвинуть влево и повышение сделать с июля, ну и как минимум также проиндексировать на 6,3, с тем, чтобы у нас вот эти разрывы, о которых мы тоже с вами говорили и на комитетах, и в других форматах, все-таки не увеличивались. Поэтому на это ресурсы предусмотрены. Второе – это увеличение по отраслям социальной сферы, порядка 7 миллиардов рублей. Среди приоритетных направлений сохраняется финансирование отрасли здравоохранения, более 2,5 миллиардов рублей на эти цели предусмотрены, из которых около миллиарда – это лекарственное обеспечение, и около миллиарда – это наши стройки, перечень строек и объектов. Кроме того, предусмотрены средства на специальные социальные выплаты медицинским работникам по поручению президента, а также на капитальные ремонты и оборудование. По линии образования – это миллиард 600. Здесь, в общем-то, треть из этой суммы практически – это приобретение новых учебников. Также речь идет о строительстве объектов, тех объектов, которые у нас в перечне строек есть, и часть, так сказать, неосвоенных обязательств мы перенесли на текущий год. Кроме того, конечно, дополнительные средства пойдут на капремонт и оборудование учреждений специального профессионального образования, создание дополнительных мест в детских садиках, антитеррористическая защищенность, ремонт аварийных школ, ну и укрепление службы по опеке и попечительству. На развитие культуры и туризма предусмотрено 1,8 миллиардов рублей с учетом строительства, реконструкции социальных объектов и объектов культурного наследия. Также дополнительные средства будут направлены на проведение различных культурных акций, развитие туристических и знаковых мест, предусмотренные, надо сказать, ресурсы не только на строительство крупных объектов, но и на досуговые центры в наших муниципальных образованиях. Почти 700 миллионов рублей выделено на развитие физкультуры и спорта, которые пойдут, значит, с одной стороны, строительство, продолжение строительства спортивных объектов в территориях края и проведение различных спортивных мероприятий, капитальный ремонт оборудования. Почти 500 миллионов рублей суммарно выделяются на социальную поддержку граждан, молодежную политику. Ну и третье направление, о котором я хотел бы сказать, то есть три крупных направления – заработная плата, рост расходов на социальную сферу, и третье – это так называемый бюджет развития. 10 миллиардов рублей фактически в корректировке предусмотрено средство на увеличение бюджета развития, и он у нас увеличится до 81 миллиарда рублей с учетом текущей корректировки. Это примерно около 20% от всех расходов бюджета, это наши, собственно, бюджетные инвестиции, капитальные ремонты оборудования. Что здесь из основного и крупного? 5,7 миллиардов – это решение жилищных вопросов отдельных категорий граждан, в первую очередь, конечно, переселение из ветхоаварийного жилья – это 3,4 миллиарда рублей с учетом федеральных средств краевых. Около 1 миллиарда рублей обеспечения жильем для детей-сирот, включая сертификаты. Кроме того, миллиард предусмотрен на решение проблем обманутых дольщиков. Более 3 миллиардов предусмотрено на увеличение расходов на строительство, реконструкцию и оснащение оборудованием в целом социальных объектов. 1,7 миллиардов предусмотрено на ремонт и укрепление материально-технической базы социальных учреждений. Кроме того, почти на 1,5 миллиарда рублей увеличивается объем резервного фонда. В основном здесь средства предусмотрены на ремонт уличной дорожной сети в муниципальных образованиях и, конечно, в городе Красноярске в том числе. Поэтому, в целом, надо сказать, что корректировка затрагивает, по большому счету, практически все направления. Ну, собственно, мы на комитетах их подробно рассматривали. В целом, по параметрам бюджета, здесь, с учетом роста доходов на 2,8 в 2023 году, у нас доходы теперь составят 346,8 миллиардов рублей. Расходы с учетом увеличения на 17,6 составят 406,6 миллиардов рублей. И тот увеличивающийся дефицит, как я уже сказал, полностью обеспечен остатками начала года.